МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И далее некоторые темы выпуска. Слабое звено. Что тормозит процесс переселения из ветхого и аварийного жилья в Ноябрьске? Пейте, дети, молоко, когда ноябрьским школьникам в рацион включат молочную продукцию. И удары, захваты, рассечения и нокауты. Впервые в Ноябрьске прошел турнир по боям без правил. Для переселения из ветхого и аварийного жилья в 2013 году в Ноябрьске должно быть введено в эксплуатацию почти 29,5 тысяч жилых квадратных метров. Эта цифра сегодня выводит Ноябрьск в лидеры по возведению жилья для переселенцев. Однако, как заявил сегодня директор фонда жилищного строительства Ямала Александр Скиданов, самая большая стройка города, 8-й микрорайон, вызывает большое беспокойство как у властей Ноябрьска, так и у окружных властей. Все дело в инженерных коммуникациях, точнее, в их отсутствии в новом микрорайоне. И этот вопрос требует решения. У нас с вами строится 8-й микрорайон, где строит его фирма ВИЗ. И он на сегодняшний день, я должен это озвучить, не обеспечен объектами инженерной инфраструктуры. То есть, на сегодняшний день непонятно положение вещей по тому, как будет разрешаться вопрос обеспечения электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением и канализованием стоков. Кроме того, заявил Скиданов, несмотря на оптимистичные цифры, которые показывают квадратные метры будущего и уже возведенного жилья для переселенцев в Ноябрьске, а это ни много ни мало, 235 тысяч квадратных метров, существует мнение, что в муниципалитете есть слабое звено, которое тормозит весь процесс. С моей точки зрения, не кажется ли вам, что на территории муниципального образования затянулся процесс задела? Не кажется ли вам, что не все механизмы муниципальных органов самоуправления на 100% в полной сознанке, что называется, работают на реализацию данной программы? Я сегодня этот посыл делаю безадресный, не персонифицируя, ни с кем не связывая, тем самым давая вам возможность определиться, где, возможно, зарождается или где образовалось или в стадии образования слабое звено и каким образом его расшить. В статье 28 проекта федерального закона об арктической зоне России, опубликованного на сайте Министерства регионального развития, говорится о гарантиях и компенсации лицам, работающим и проживающим в арктической зоне. Так вот, согласно документа, лицам, проработавшим в арктической зоне не менее 6 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий на месте постоянного проживания, будут предоставлены безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья. Кроме того, будет оплачиваться не менее 50% от стоимости проезда к месту лечения в другие регионы России и обратно. Также уточняется, что в год можно совершить не больше двух льготных поездок по одному и тому же заболеванию. Порядок и условия финансирования расходов, связанных с предоставлением этих государственных гарантий и компенсаций, будет определяться правительством России. В Ноябрьске снова горят автомобили. В воскресенье днем во дворе жилого дома по улице 60 лет СССР загорелась Тойота Креста. Прибывшие на место пожарные справились с огнем всего за минуту. Тем не менее, автомобиль серьезно пострадал. По предварительной версии, причиной инцидента стала электротехническая неисправность. Второй автомобиль сгорел в ночь с воскресенья на понедельник. На стоянке у дома 82 по улице Советской загорелась Киа Пиканта. Предварительная причина пожара поджег. А вечером в субботу на территории 9-й панели промзоны загорелся жилой вагончик. Пожарным понадобилось меньше 15 минут, чтобы потушить пламя. В огне никто не пострадал. Специалисты выясняют причину происшествия. Под колеса автомобиля попала пожилая женщина. По данным сотрудников госавтоинспекции, ДТП произошло в субботу около полудня. Автомобиль ВАЗ-2110 двигался по поселку ОТДС в сторону улицы Киевской. Водитель не справился с управлением и сбил женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении. Пострадавшая обратилась в больницу. Ей назначено амбулаторное лечение. Нюансы организации дорожного движения в Ноябрьске. Новости нашего города продолжают пояснять вместе с экспертом Всероссийского общества автомобилистов. На этот раз мы побывали на Мира и Советской. Чем закончилась экскурсия по этим улицам в рубрике «Нам здесь жить». Вот участок улицы на Ленина. Здесь мы нашли сразу несколько интересных моментов. Первый – знак направления движения по полосам. Действует он до перекрестка и поясняет водителям, что по Ленина в сторону Советской полоса для движения только одна, а во встречном направлении – две. Итак, в соответствии с этим знаком, двигаться по Ленина можно только прямо или направо в один ряд, ведь разделительная полоса на знаки сплошная. Автоматически все, кто с этой полосы поворачивают налево к детскому парку или зданию Ноябрьскнефтегаза, нарушают правила. По данному знаку можно сказать, что полосы встречного движения, они не предназначены ни для обгона, ни для объезда. Почему? Потому что мы видим, что на данном знаке нанесена сплошная линия разметки. Это первый момент. Второй. Сразу после этого знака не менее любопытный. Главная дорога. Это при том, что перекрестка здесь нет, а устанавливается этот знак по ГОСТу только на перекрестках. В таком случае необходимость его в принципе непонятна. Водителю просто ни к чему этот указатель, ведь дальше, вплоть до Советской, есть только выезды со дворов, а те, кто оттуда выезжает, и без знаков обязаны дорогу уступать. Так что, по идее, этот знак нужно исключить. Дальше, прямо под ним, движение транспорта запрещено, и стрелка тоже не нужны, ведь предыдущие направления движения по полосам запрещают поворот налево. Посему дополнительные указатели ни к чему. Ни к чему и пешеходный переход, который почему-то оказался не на проезжей части, а на тротуаре. Водитель и так обязан уступать пешеходам дорогу. Неважно, на въезде или выезде с прилегающей территории. Ну и само собой, знак «Уступи дорогу» тоже бесполезен, ведь водитель, выезжая с прилегающей территории, просто обязан это сделать. А вот знак «Обгон запрещен», который дальше по улице, как раз-таки установлен верно. Во-первых, здесь довольно опасный участок дороги. Во-вторых, те водители, которые выезжают со дворов, указатель направления движения по полосам в самом начале улицы не видят. Соответственно, для них знак «Обгон запрещен» просто необходим. Здесь опасный поворот, и далее за поворотом пешеходный переход расположен. И также и аналогично знак установлен с обратной стороны. То есть это как раз в избежание выезда на встречную полосу и осуществление обгона. Разобрали мы только одну сторону дороги. Теперь меняем направление и будем двигаться от перекрестка с Советской. Как помните, на знаке направления движения по полосам указано, что именно по этой полосе двигаться можно в два ряда. Здесь таких указателей нет. Расширение проезжей части начинается только на подъезде к перекрестку, посему здесь не хватает знака. Здесь необходимо в этом месте, перед остановочным комплексом, поставить знак дополнительный еще, что идет сужение и две полосы начинаются, чтобы водитель не вводить в заблуждение. Еще момент. Выезды со дворов разрешены в обоих направлениях, и направо, и налево. Но все тот же знак направления движения по полосам запрещает поворот со двора налево, ведь по идее там сплошная. Соответственно, водители, поворачивая налево, нарушают. Правда, знать они этого не могут, ведь для них знаков нет. Зато есть целых семь абсолютно ненужных. Необходимости в них тоже нет, хотя в принципе они никому не мешают. Но есть один нюанс. В среднем установка одного знака вместе с его изготовлением обходится в 4,5 тысяч рублей. Итого более 30 тысяч. Немало. Причем это далеко не единичный случай. Вот, к примеру, один из дворов. Жилая зона и пешеходный переход. По идее, какой-то из них следует исключить, иначе непонятно, обязан водитель пропускать пешеходов вне зависимости от того, где они переходят дорогу, как этого требует знак «жилая зона», или только в установленном месте на пешеходном переходе. Так же, как и непонятно, как должен поступить пешеход, чтобы не нарушить правила. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Право на пенсионное обеспечение жительницы города пришлось защищать через суд. Все дело в том, что в прокуратуру поступило обращение бывшей работницы одного из городских частных предприятий о том, что работодателям были нарушены ее социальные права. За полтора года он ни разу не предоставил сведения о своем работнике и ни разу не произвел отчисления в пенсионный фонд. Получается, женщина эти полтора года может смело вычеркнуть из своего пенсионного стажа, что, естественно, впоследствии отразится на размере пенсии и приобретении права на льготы. Прокурорам было подготовлено исковое заявление о возложении на предпринимателя обязанности по внесению обязательных страховых взносов в пенсионный фонд, и Ноябрьский городской суд требования удовлетворил в полном объеме. Все школьники Ноябрьска с 1 по 10 класс уже в конце этой недели начнут получать молоко. Департамент образования совместно с городской администрацией в рамках программы по модернизации школьного питания разработали долгосрочную целевую программу, направленную на оздоровление учащихся. И вот теперь с 1 февраля ежедневно стакан, точнее, небольшая пачка обогащенного молока будет выдаваться каждому ученику. Пока программа рассчитана на 3 года. На ее реализацию выделено 32 миллиона рублей. В Ноябрьске продолжается региональный этап школьной олимпиады. В первой гимназии сегодня стартовали состязания по химии. В них принимают участие 28 ямальских школьников. Торжественную церемонию открыла первый заместитель директора окружного департамента образования Марина Кровец. После чего она пообщалась с педагогами, которые стали обладателями гранта «Новый учитель Ямала». В Ноябрьске их четверо. Зам. директора департамента поинтересовалась, как идет реализация инновационных проектов у педагогов и предложила помощь департамента. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. Впервые в Ноябрьске состоялся турнир в известном восьмиугольнике по международной версии «Эмпера ФиСи-2» – «Битва на севере». Соревнования организовали совместно со спортивной федерацией смешанных единоборств в Янао, которые возглавляет Вячеслав Якимов. В наш город приехали бойцы из Муравленка, Тобольска, Тюмени, Надыма и Узкоминогорска. На правах хозяина соревнований Ноябрьск представил большее количество участников – 10 человек. Всего же 18 бойцов и 9 боев. Первыми на ринг вышли спортсмены-любители и сразу задали тон соревнованиям. Удары противников поочередно достигали цели. Однако более удачливым стал Евгений Коваль. Точным ударом он разбил нос противнику, которому в итоге засчитали техническое поражение. Следом пошли схватки профессионалов. Клетки, а именно так по-простому называют «восьмиугольник», встретились муравленковец Хагани Салаев и представитель Ноябрьска Арзу Перметов. Что интересно, последний чистый боксер несколько лет отдал тренировкам в этом виде спорта и сегодня впервые вышел на ринг боев без правил. По идее Хагани нужен был лишь один точный удар в цель, и соперник был бы отправлен в нокаут. Однако противник Арзу, видимо, точно понимая намерения своего соперника, заставил того проводить практически все время в захватах в портере. Ногами выталкивай! Ногами выталкивай! Ногами выталкивай! Он удар! Ползай, ползай, ползай! Арзу, не терапись, Арзу! Давай, слага! Почему Арзу выбрал именно такую тактику, стало известно уже после боя. В конце первого раунда сломал руку, в последующие два раунда пришлось продолжать с травмой. Было тяжело, так как бить не мог. Несмотря на травму, Арзу довел бой до конца. Победного конца ему золото, медаль, кубок чемпиона и уважение соперникам. Он вольник, как он говорил, там сказали, это мастер спорта, у него по вольной борьбе опыта больше, чем у меня, и за это он на партер тянул. А так, если бы первый раунд в стойке, если бы он не был борцом, то я бы нормально показал. Но ничего, первое соревнование, это ничего не решает. Самое главное, не сдался, ну и до конца отступал. Не обошлось в этот вечер и без глубоких нокаутов. О том, что в клетке земляки, коллеги по рингу, да и, возможно, просто хорошие знакомые, оба ноябрьца забывают с первых секунд поединка. Мощный удар и тактическая борьба, мучительные захваты в портере. Заключительный раунд Евгений Баринов наносит последний в этом противостоянии удар. Удар был такой силы, что без помощи медиков сопернику Евгения было бы не обойтись. Благо бригада скорой помощи на чеку. Несколько минут и противники уже жмут друг другу руки. Я был достаточно спокоен, сосредоточен, не волновался, не нервничал. Просто вышел и сделал то, что умею, и все. Кстати, бои без правил – это лишь только название. Этот вид спорта, впрочем, как и все остальные, подразумевает свод определенных табу. Самое главное, здесь нельзя давить на глаза. Это единственный момент. Удары локтями по позвоночнику, по шее, ну и так далее. В партере локтем тоже запрещено работать. С каждой новой схваткой рев восторженной аудитории усиливается. Он достиг апогея, когда в восьмиугольник вышли тяжеловесы. Тут уж точно каждый удар сродни землетрясению. Казалось, соперники дрались не на жизнь, а на смерть. Кульминацией вечера стал бой двух профессионалов из Ноябрьска – Муслима Ахмедханова и Ислама Хацыева. Первый претендент занимается боевым самбо, второй – смешанными единоборствами. Соперники бились, зал бушевал. Каждый удар, как пуля, летел метко и ранил больно. Однако оба претендента выстояли до конца. По решению судей лучшим признан Ислам Хацыев. Кстати, по итогам соревнований из девяти кубков семь остались в Ноябрьске. Любители отчаянных поединков в этот вечер насытились впечатлениями от души. Спортивный праздник не для слабонервных организаторы пообещали повторить. Примерно через полгода. Денис Ручкин, Екатерина Котова, Александр Иванов. Новости нашего города. Омский авангард в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги в серии булитов переиграл казанский Акбарс. В первом отрезке встречи ястребы гостями себя не ощущали и более чем в три раза перебросали хозяев. А мячи и открыли счет. В большинстве отличился форвард Игорь Волков. После перерыва барсы встрепенулись и довольно быстро восстановили равновесие. В заключительный период вновь более активно начали ястребы. Но в основное время счет так и не изменился. Овертайм обе дружины откатали чересчур осторожно. И дело дошло до серии послематчевых булитов, где Дмитрий Семин принес сибирякам столь важную победу. Таким образом, авангард прервал трехматчевую выигрышную серию Акбарса и закрепился на вершине таблицы восточной конференции, увеличив отрыв от казанцев до трех очков. Ну и последнее. В Ноябрьске открыли второе на Ямале городское отделение региональной организации Русского географического общества. Его председателем выбран Василий Литвиненко. Напомню, отделение Русского географического общества в нашем регионе было создано в 2010 году. А его попечительский совет возглавляет губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Сегодня в состав общества входит 45 человек из разных городов автономии. Это госслужащие, научные сотрудники, студенты. В настоящее время организация реализует сразу несколько важных проектов, среди которых 501 стройка и Лукоморье, чья историческая местность должна стать центром туристических маршрутов. «Самое, на мой взгляд, что важное делают наши люди из нашего общества, это действительные члены, они показывают наш регион, они рассказывают о нем, они исследуют. Планы есть, вот мы сейчас забыли сказать, то что в Салихарде тоже городское отделение, и они сейчас открыли очень большой проект, это книга памяти Янао. Возможно, вы уже знаете, она была презентована, это многолетний труд. То есть вот это. Сейчас будем поддерживать городское отделение в их начинании. Ну, повторюсь, будут экспедиции и не одна. То есть будут совместные с различными департаментами, сейчас ведутся переговоры, чтобы сделать это в комплексе». Таковы новости понедельника. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего хорошего и до завтра. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 29 января в Сальхарде преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура минус 32 градуса. В Муравленко без осадков, ветер южный до 3 метров в секунду. Температура 31 градус ниже нуля. В Ноябрьске без осадков, ветер южный до 3 метров в секунду. Температура 30 градусов мороза.